Тюнерджи Но вот, как говорится, решил все-таки взять не стареющую классику, нежели смотреть куда-то в навье, да и стоит навье достаточно дорого, к сожалению, а внутри все те же самые режимы, так зачем платить больше, подумал я В общем, это зарядное устройство для всех тех, кто считает себя достаточно квалифицирован, чтобы заряжать различные типы лития, понимать как все это работает, ну и так далее и тому подобное Я бы не сказал, что это зарядное устройство для профессионалов, конечно же нет, такого понятия вообще нет, но это достаточно неплохое зарядное устройство по своей универсальности Короче, давайте просто смотреть на него и там уже по делу расскажу, поехали IMAX B6 Только ленивый не слышал об этом зарядном устройстве и уже существует, наверное, миллион видео о том, как им пользоваться, что это такое и что зачем и почему Но, самое главное, есть куча подделок на IMAX, если вы не знали Есть куча OEM, других железок, которые производит SkyRC, но под другими названиями у меня одно из таких железок И я делал цикл видео о том, как с ним работать, как заряжать литий, как там никель-металл-гидрид и т.д. и т.п. Это все имеется уже, поэтому здесь я это объяснять не буду, не вижу смысла А взял я IMAX, потому что, ну, во-первых, оригинал SkyRC, мне захотелось прям оригинал-оригинал, подделок слишком много Тут смотрю оригинал, цена вкусная, решил, надо брать Во-вторых, мое зарядное устройство хоть и миниатюрное, но к нему нужен дополнительный блок питания Здесь же все есть сразу, здесь блок питания находится, просто включаете в розетку и начинаете пользоваться Да и посовременнее оно имеет несколько других интерфейсов Вот, например, там Wi-Fi модуль можно подключить и контролировать это все с телефона и т.д. и тому подобное Давайте сразу быстренько пробежимся, что здесь, что здесь умеет, там, B3 вольт-метр Сохранять, там, загружать, максимальная безопасность они указывают, температурный контроль К компьютеру подключать можно, можно несколько литиевых батарей Естественно, это все было и раньше, ну, пускай, ладно, они пишут это, окей Здесь тоже всякого понаписано, внимание, бла-бла-бла-бла-бла-бла Здесь написано, что, когда, где и чего К сожалению, магазин заклеил, взял своей наклейкой Технические характеристики, ну, здесь от 100 до 240 вольт написано Это говорит нам о том, что, неважно, где вы находитесь, можете его приобрести И габаритные размеры 135-144, ладно, я не буду в это углубляться Ссылка в описании есть, там это все написано и так Мы сейчас с вами просто распакуем, посмотрим, что же здесь да как И вообще, чем отличается подделка от оригинала Конечно же, подделка это подделка, там компоненты более низкого качества Многих компонентов просто-напросто нет, вообще как класс Ну и так далее и тому подобное Качество это качество Напомню, что iMax B6 делает компания SkyRC Я недавно показывал зарядное устройство от SkyRC Фирма известная, это та самая фирма Вот так вот ее логотип выглядит И оно же название, которое и iMax B6 подарила миру Взяв его с кое-какой другой зарядки И многие-многие другие вещи, в том числе 3000-ную версию для зарядки лития Очень универсальное, домашнее зарядное устройство, очень классное Я тоже делал на него обзор, просто шикарнейшее Но это более не то, что профессиональное Нет, здесь просто у тебя больше свободы действий И ты можешь подключить Оно менее дружелюбно, возможно, для кого-то Но больше возможностей Почему я называю модельное зарядное устройство? Потому что все моделисты, кто увлекается различными самолетиками, машинками, вертолетиками и так далее и тому подобное Если у них питание на литии То они заряжаются примерно через подобные устройства Хотя там и другого класса устройства есть Более попроще, где просто аккумулятор этот втыкаешь и идет заряд Начнем с инструкции Все написано, какой куда Сокет, дисплей, балансные разъемы Отпут, чардж лид, банана, плаги, 4 кнопки В общем-то все как всегда PC-Link, питание, хотите от 12 вольт, хотите от 220 Параметры стандартные, как чего В общем инструкция добротная И также в этой инструкции все то, что я показывал на видео имеется То есть все подпункты меню, вся логика Сложного ничего нет на самом деле Не пугайтесь, если вы такие Вау, сколько много здесь пунктов, да ну его нафиг Нет, не пугайтесь Кстати, смотрите, здесь как очень верно показано Стоит зарядное устройство, а аккумулятор, вот он, видите, вот лежит аккумулятор Вот он в балансные разъемы подключен Вот так примерно это и выглядит Хотя в черно-белом варианте, конечно, ни хрена ничего не понятно Многим, я думаю, будет Но тем не менее, ладно В общем, инструкция имеется Вот они, спецификации, которые заклеены были Здесь их даже больше Можете поставить на паузу, посмотреть, что она умеет Литий-полимер, литий-ион, литий-фирум, литий-хай-вольтаж Хай-вольтаж, это, кстати, вот версия 2 Старые не умели это делать То есть, литий, у которых напряжение по окончанию заряда 4,35, например, вольта Да, а не 4,2 Это хай-вольтаж Ну и т.д. и т.п. Ладно, что я про это, господи Это и так все понятно Открываем, смотрите Ммм, крокодильчики Ммм, какие разъемчики Сколько всего здесь много Ох, как хорошо, да ладно, это я утрирую Убираем Давайте смотреть на разъемы Мы дойдем и до зарядки Я не буду здесь показывать функционалову Потому что он и так ясен и понятен из инструкции Более того, я его уже показывал Еще раз напомню Я уже показывал, как, чего, где, чего, как Что, почему, где и почему Вот здесь мне просто интересно Посмотреть это зарядное устройство Так, ну это питание к аккумулятору Видимо, подключать Судя по всему Откладываем его в сторону Здесь куча переходников Под различные аккумуляторы Под различные аккумуляторы, да Да, потому что вот эти бананы мы включаем Сюда включаем, куда включаем Вот так вот, сюда, сюда, сюда Нет, вот так вот Куча разъемов этих И, пожалуйста, хотите Вот такой вот, как он называется XT, а, XT60, я уже и забыл Я просто редко пользуюсь Я не моделист У меня нет кучи автомобилей И всего прочего Где надо кучу лития такого Модельного заряжать А хотелось бы Ну, слишком дорогое удовольствие И вот таким вот макаром Вы меняете просто-напросто Разъемы под свой литий То есть это идет в комплекте У вас может быть Пакет лития, да Где, например, вот такой вот разъем используется Вы чпок, подключили и все А балансный выход Подключайте уже непосредственно сюда Ну, сейчас обо всем-то по порядку Можете просто включить два крокодила Очень удобно Это хорошо Так, в этой части находится Я-то уже посмотрел Что-то, где что находится И, конечно же, доставал и включал Ну, это ж магия распаковки Меня всегда выкупают То, что я уже распаковывал А я никогда и не отнекиваюсь Потому что, действительно, многие вещи Если это нет в надписи Что это распаковка, да То, значит, я уже распаковывал Смотрел и пользовался А потом упаковал назад А упаковщик из меня хреновый И меня всегда выкупают Типа, ага, метатрон Да ты ж уже открывал Так я же в видео об этом сказал Смотри внимательней Чел, смотри внимательней Так, закрываем Убираем Долой Шикарно Просто шикарно Просто шикарно Здесь вот такие вот наклеечки Заклеенные Которые очень сложно восстановить На место Здесь тоже Где порт находится У нас Выходы Балансные, да Для балансировки лития Здесь мы подключаем Термодатчик Здесь подключаем к ПК И через софт Можем все это наблюдать Ну, либо к ноутбуку Либо еще Либо еще Либо еще Либо можно подключить Вот, сейчас покажу Здесь такая вот рекламная часть С обратной стороны Смотрите, как здесь все красиво Написано там До шести банок Балансный разъем Типа аккумуляторов Которые просто Без сборок Да, и И, и, и Вот Вот, смотрите Какой Какой есть модуль Wi-Fi И прям к телефону И прям отсюда Приложение Скачиваешь По QR-коду И заряжаешь Ну, это, наверное Вообще идеальный вариант Потому что Такие зарядные устройства Лучше располагать В местах Где они не имеют Возможность Как-то загореться Ну, то есть Чтобы возгорания не было Случайного Это все-таки литий Литий лучше заряжать В специальных пакетах Такие, знаете Это тоже я показывал Миллион раз Азбестовые Какие-то специальные пакеты Туда литий Прячешь И дальше уже Подключаешь его К зарядному устройству Чтобы если вдруг Что не так То литий там Загорелся И ничего вокруг Не повредил Очень классная штука Рекомендую всем Кто занимается Нечто подобным Потому как Литий Который идет В модельных Различных Машинках Вертолетиках Самолетиках Он Если дешевый То он обычно Ну, вы сами понимаете Какой Во-первых Очень классное анодирование Просто бешено Классное Во-вторых Все логотипы Сотрите код Проверьте на сайте Бла-бла-бла-бла-бла Ножки резиновые Здесь вот такая Импровизированная Радиаторная решетка Очень мощная Вот Написано Что стоит Плавкий предохранитель И ТД И ТП Опять-таки же С этой стороны DC-IN То есть Вы можете Подключить Любой блок питания От 11 до 18 вольт Ну Большинство Ноутбучных С легкостью Подойдет Вам Возможно Даже не придется Что-то искать У некоторых У некоторых Есть старые Ноутбуки Где Ноутбуком уже не пользуются А блок питания Есть Если же этого нет То придется покупать Но это не беда Это не страшно Это просто как бы Дополнительно есть А так вот Пожалуйста Сюда подключайте 220 Вот такой вот Разъем То есть Не как На PC А вот так Вот выглядит Три полукруга Таких вот Не полукруга Господи Что я говорю Короче Вот так он выглядит Чтоб вы запомнили Что Не так просто Найти Засветился экран Который тщательно Заклеен был Кстати Очень Очень сложно Назад Все это возвращать Заклейку Ну ладно Для вас Для вас Я старался И мы попадаем В настройки Мы попадаем В меню Где Собственно Все то же самое Мы заходим В настройки Давай искать Что там Выключение по таймеру И т.д. и т.п. И вот эти все настройки Я показывал Единственное Что здесь добавилось Это настройки Для high voltage Лития Да То есть Ну Господи В общем Все и так Все и так Ясно и понятно Выбираете Например Литий-ион Две банки 2С 7,4 вольта Charge Balance Там И все такое Быстрый заряд Сохранение Storage Чтобы если Литий Вы хотите убрать Куда-то для хранения Многие спрашивают Как это делать Переведите Литий в режим Storage Либо Ну что делать Режим Storage Он разряжает Его до Необходимого Напряжения То есть Это 3,6 3,7 вольта И Тем самым Литий дольше Сохраняется 60% заряда Да Должен находиться В банке Discharge Я вам прям тут Мини лекцию провел Надо же Какое Какое доброе И прочие 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 вещи Вы Входите Выбираете Ток Ну тут уже Конечно Токи Поинтереснее Можно выбирать В отличии от Предыдущих версий Эх Назад Вот 6 ампер Целых Можно воткнуть Дальше Выбираете Если у вас Литий Сборка Какая-то Да Например Две банки Лития Как узнать 74 вольта Вот вам и Две банки Да и здесь Написано Двоечка Например Если у вас Одна банка То вот сюда Подключаете Как раз таки Вот этот Где он Тут у нас Эх Вот он Вот этот Бананоплаг Это называется Бананы Вот так вот Подключаете Эть Минус Плюс Эть А вот это Но вначале Не подключаете А подключаете Вначале Вот эту часть Потому что Иначе Неправильно Я вам тут Показываю По технике Безопасности Вначале Включаете Вот так Потом уже Туда А это Подключаете К своей Батарее Но если У вас Батарея Например Не Одна Там Находится Баночка А две Или три То от батареи Идет еще Выход Такой Такой вот Шнурочек Обычно Обычно Он либо есть Либо нет Если нет Придется отдельно Докупать Но это все Для моделистов Больше Они и так Знают Что и как идет И здесь Вот такой Разъемчик Две Банки Три Четыре Там Пять Шесть Шесть Банок Литий Одновременно Он умеет Заряжать Я его пока что Назад Заклею Мне пока что Прямо сейчас Не очень-то критично Нафига я заклеиваю Назад А? Вот скажите Все равно же Сниму Ну ладно Вот Вот такая Зарядочка Все в комплекте Радиатор Нагревается Вот эта часть Радиатор Нагревается Работает Себе Спокойненько Что еще Надо Честно говоря Не знаю Хочешь КПК Подключай Хочешь Температурный Модуль Это от перегрева Лития Опять же Все настройки Что там Выставить Надо по температуре Все Восстанавливается В настройках Все это вот здесь Пожалуйста Листай как хочешь Хочешь Например Заряжай свинец Хочешь Измеряй Вольтаж Там Сопротивление Да и что хочешь Ну это системные настройки Мы уже смотрели Например Что такое Safety Timer Да Это Это мой ужас на английский Познакомьтесь В общем Если он включен То через 180 минут Вне зависимости От того Был заряжен Аккумулятор Или нет А это зависит От того Какая емкость У него была Все таки итоговая Но по окончанию 180 минут Зарядка Прекратится 100% К примеру Как Для чего это надо К примеру Вы знаете Что вы Заряжаете К примеру Литий Литий Заряжаете Например Одним ампером Одним ампером Одну банку лития Которая Это банка На 2 ампера И вы так Прикинув Хрен к носу Думаете Ну Это значит Что если Одним ампером Заряжает А банка На 2 ампера То будет Заряжаться 2 часа Примерно Плюс Он там будет Еще малым током Какое-то время Добивать Может чуть больше Будет От этого Может чуть меньше Бла-бла-бла В общем Туда-сюда Это я так Вам к примеру Говорю И вы такие Ага Надо значит Выставить таймер Как раз таки На 180 минут Чтоб через 2 часа Он выключился Независимо от того Зарядится или нет Или например Вы Ага 2 часа Слишком мало Надо поставить 2 с половиной То есть Это если вы Переживаете По поводу Что Дескать Литий может Вдруг Перезарядиться Что-то может Пойти не так И так далее И тому подобное И кстати Многие Приобретая Подобное устройство Там IMAX B6 Или еще что-нибудь Запомните Это версия 2 Ох Как она мне нравится Многие Приобретая Подобное устройство Думают Что ну все Все отлично И попадают Вот в эту ловушку Потому что Таймер изначально Включен Его то можно И выключить Но изначально Включен И многие потом Мне пишут Ты знаешь Я поставил Заряжаться А он через 2 часа Прихожу А он выключен Или там через 3 часа Не заметил Почему выключается Полностью не заряжает Что делать Вот Вот в этом Проблема Приятель Ты просто Таймер Поставил на 180 минут Ну точнее Он так и был Изначально Поэтому 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 Но я для чего Это все рассказываю Это так Больше нюансы Мне было интересно Познакомить вас Непосредственно С устройством Как оно Чего выглядит Ну что Вот такая вот Такая вот Замечательная версия Мне понравилась Цена-качество Мне понравилось Что это все-таки Бренд Исполнение Просто на высоте Оригинальность Оригинальная Я короче Доволен Акислон И мне понравился Комплект Хочу Подключаю К аккумулятору Хочу Подключаю К любой Банке Лития Есть у меня На квадрокоптере На старом Там по-моему Вот такой вот Разъемчик То есть Я теперь смогу Заряжать его Через Свой Аймакс Я конечно могу Даже если разъемчика Нет Я могу подключить Просто Крокодилы Крокодилами Плюс-плюс Минус к минусу Если там У меня Одна банка Используется Лития В общем друзья Все кто хотел Себе Аймакс Б6 Но был В нерешительности Вышла Новая моделька Относительно Мне нравится Она компактная Были предыдущие Модели Аймакса С встроенным Блоком питания Но они были Очень громоздкие Очень большие Что меня смущало А здесь Ну боже мой Ну она просто Просто миниатюрная Лапочка Вы посмотрите Что Что это 13 сантиметров Ха Что На Там На 13 с половиной Правда Камон Но вот это Вот это Вот что ли Страшно Нет Она даже 5 сантиметров В высоту Нет Она даже Вообще 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 Миниатюрная Так Так вот Я и пополнил Свою коллекцию Модельных Зарядных устройств Вот такой Вот новинкой Просто здесь Хай вольтаж Умеет Моя не умеет Хай вольтаж А сейчас То лити Появляется Хай вольтаж То еще Что то Короче Я не мог пройти мимо Цена Качества Меня соблазнила Такие дела Приятели Вот поделился Этой радостью Если ты ожидал Здесь что я буду Показывать все режимы Как я сказал В самом начале У меня Есть целый цикл Видео Про эти режимы Обязательно Найди их Они в том же Плейлисте Где и фонари И там же Они есть Не знаю Год назад Два или три назад Я их делал Ничего не изменилось Ровным счетом Все то же самое О чем я говорил Сегодня По некоторым пунктам Это я такой Довольный Такой рады В общем IMAX B6 Версия 2 Рекомендую Ха